Двое пластических хирургов из Екатеринбурга, возможно, станут фигурантами уголовного дела. К следователям обратилась одна из клиенток, которая заявила, врачи якобы изуродовали ей грудь и ягодицы. Любопытно, что к ответственности могут привлечь не только медика, который делал первую операцию, но и его коллегу, который взялся за исправление ошибок. Подробности в репортаже Андрея Караманова. Всё смешалось в доме Велеславы Григорьевой. Медицинские карты, результаты анализов и многочисленные ответы от следователей и из прокуратуры. Добиться возбуждения уголовного дела. Врачебные ошибки, уверяет дама, оказалось задачей не из лёгких. Хотя после операции она едва не осталась прикованной к инвалидному креслу. Несколько месяцев женщина пролежала на больничной койке со страшной раной после того, как обратилась к пластическому хирургу. Доктор обещал сделать её тело местами поуже, местами покруглей, но перекачивая жир, ещё и якобы внёс инфекцию. Когда я пошла в гнойную хирургию здесь, мне сразу сказали, что здесь надо вскрывать и удалять пол ягодицы. Я была в шоке. Красоваться в платьях с провокационными разрезами Велеслава не сможет ещё долго. Даже фотографии других разрезов, которые едва затянулись на её теле, мы не можем показать без купюр. А ведь обратилась обеспеченная дама вовсе не к первому попавшемуся медику. Летела в Екатеринбург в одной из самых модных и уважаемых клиник пластической хирургии. Легла на операционный стол к Николаю Глубкову, популярному в регионе врачу, который не раз выступал экспертом на местных телеканалах. Теперь получить какие-то комментарии по этому поводу у медика непросто. Его кабинет пуст и запер. Николай Александрович сегодня улетел. Да. Был в врач, ушёл в минуту. Вот уже несколько месяцев по всей стране клиники пластической хирургии под особым контролем. После того, как в столице на операционных столах одна за другой погибли несколько пациенток, которые просто мечтали подкорректировать нос или грудь, Росздравнодзор проверил полтысячи медицинских организаций. Оказалось, 70% из них работают с грубейшими нарушениями. Многие обладатели белых халатов остались без лицензии на деятельность, некоторые ещё и селись на скамью подсудимых. Ведь оказалось, в некоторых медицинских, на первый взгляд, центрах орудуют, так сказать, люди с улицы, без медицинского образования. Под видом новейших препаратов шарлатаны вкалывали пациентам опасные химикаты, давали жуткие рекомендации и даже устраивали операции на дому. Вот, например, сеанс липосакции в обычной спальне. Бывает и такое. У меня там кровь на кофту льется. Кровь на кофту? На кофту, да-да-да. Жертвами таких шарлатанов становятся десятки, иногда сотни людей. Но если с самозванцами всё, по крайней мере, очевидно, то с вопросом случаев халатности в среде профессионалов куда сложнее. Это ведь не зависит от того, когда человек получил диплом или сертификат, когда он закончил свою полетную работу. Это ведь не от этого зависит. Это зависит от конкретного человека. Как он старается, какие дополнительные курсы образования он прошёл, как он работает с пациентом, какие у него, в принципе, навыки. Теперь следователи восстанавливают и детали скандальной операции в Екатеринбурге. Органами Следственного комитета по Свердловской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сама Велеслава Григорьева требует не только наказать клинику по закону, но и рассчитывает на компенсацию в несколько миллионов рублей за врез здоровью и водопады пролитых слёз. «Меня вскрыли, операция шла три часа. То есть почистили меня на следующий день и перевязку сделали. Когда сделали, мне ещё больше удалили, потому что меня, когда я увидела, я была в шоке». Однако, получит ли дама компенсацию, ещё большой вопрос. Ведь ей придётся доказывать, что все её мучения действительно результат операции. Чисто теоретически, инфекция могла попасть в её тело разными путями, например, в результате неудачного укола. И судья в любом случае будет обязан принять этот факт во внимание. Андрей Караманов, Светлана Чанцева, Иван Зуев. Вести. Дежурная часть.